Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Мероприятие, посвященное 102-й годовщине основания армянского легиона и семинару «Стратегия Западной Армении», после шестилетнего перерыва разрешат подъемы на гору Арарат. Байден должен сдержать свое обещание и признать геноцид против армян. Миротворцы приступили к маршу в район развертывания российско-турецкого мониторингового центра в Карабахе. Эрдоган разместил на своей странице в телеграмм снимок армянской церкви в Парсе, представив ее как мечеть. В этот день, 126 лет назад, закончилось героическое восстание армян Зайтуни – сбор средств для телевидения Западной Армении. Премьер-министр Западной Армении Седа Меликян выступила с приветственной речью на мероприятии, подводя итоги серии 10-дневных семинаров, проведенных совместно с представителями правительства и национального собрания. Она поблагодарила участников семинара за их готовность разрабатывать новые программы и упомянула, что экономические, политические и стратегические программы, которые обсуждались в дни семинаров, несомненно, будут иметь свою роль и значение в предстоящих программах Республики Западной Армении. Премьер-министр также коснулась роль и значение армянского легиона как основу формирования армянской армии. Затем она передала слово министру обороны и вооруженных сил Западной Армении полковнику Амику Саядяну, который представил историю происхождения армянского легиона. Она рассказала о стратегии, подчеркнув, что сейчас основной задачей Западной Армении является создание новых связей. Затем по приказу номер 17 президента Республики Западной Армении полковник Амику Саядян провел церемонию награждения медалью Западной Армении. Карань Григорян, Вороздат Вороздатян, Давид Петросян и другие были награждены медалью Западной Армении. Этим же постановлением за самоотверженное служение Родины награжден заместитель министра обороны Республики Западной Армении Сурэн Шоумян. Завершая мероприятие, президент Республики Западной Армении Армен Акаб Армян поблагодарил представителей национального собрания и правительства, заверив, что 10-дневный семинар несомненно повлияет на запланированные новые программы. Накануне 102-й годовщины создания армянского легиона он упомянул, что легион был создан для трех целей – для борьбы с Османской империей, для освобождения Киликии и чтобы стать ядром будущей армянской армии. Вскоре разрешат подъемы на гору Арарат, об этом сообщила Федерация альпинизма Турции. Подъемы были приостановлены шесть лет назад из-за опасений по безопасности. В 2015 году офис губернатора провинции объявил одноименную гору и прилегающие к ней районы особой зоны безопасности. В последние дни администрации Трампа бывший госсекретарь Майк Помпео заявил, что Китай совершает геноцид против уйгуров и других нацменьшинств и в провинции Синьцзян. Предполагалось ли это в качестве вызова нашему новоизобранному президенту, пока не ясно. Исторически послужной список Соединенных Штатов по признанию геноцида был проблематичным, пишет эксперт по общественным отношениям Степан Петчималджи для издания Newsweek. На протяжении десятилетий мы видели, как президенты от обеих партий используют геноцид против армян для политической целесообразности. Президенту Байдену выпала уникальная возможность восстановить веру и доверие в Вашингтоне, признав геноцид против армян 24 апреля, когда отмечается 106-я годовщина. Этим небольшим, но значимым шагом Байден может изменить статус КФО, направив миру решительный сигнал о том, что эти Соединенные Штаты привержены поддержке демократических ценностей и принципов после трампизма. Полная статья доступна по следующей ссылке. Российские военнослужащие приступили к совершению марша на штатной технике в район Кияма-Ден-Ли Азербайджанской республики, где будет развернут совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Совместный центр. Об этом сообщает Миноборона Российской Федерации. В течение нескольких дней в пункте дислокации российского миротворческого контингента в городе Степанакертово инослужащие изучали структуру, предназначение, задачи и функции, порядок организации работы, совместного центра, а также культуру, традиции и особенности страны, на территории которой им предстоит выполнять задачи. Президент Турции Раджептайп Эрдоган разместил на своей странице в Телеграме фотографию армянской церкви Аракелотс на фоне Кардской крепости Западной Армении и сделал запись. Эрдоган сделал запись к фотографии армянской церкви, посвященную пятницу главному дню намаза в исламе, превратив церковь Святой Софии и церковь Святого Спасителя Хория Константинополя из музея в мечеть. Эрдоган теперь представляет церковь апостолов символ Карса как мечеть. В этом ничего нет удивительного, представляя исторические культурные сооружения как турецкие, меняя их значение, турецкое государство хочет стереть историю. Напомним, что церковь Аракелотс в Карсе была построена в X веке и до 30 октября 1920 года была действующей церкви. После вторжения в Карс турки превратили ее в склад для хранения нефти и оружия, затем оставили на произвол судьбы. А уже в 2000-е церковь была превращена в мечеть и отремонтирована. На стенах церкви изображены апостолы и кресты. Бунт в Зайтуне или второе сопротивление Зайтуна состоялось в 1895 по 1896 годы во время резни Амидян, когда армяне Зайтуна, современные Суэль Манлы, опасаясь перспективы резни, взяли в руки оружием, чтобы защитить себя от османских войск. Армяне Зайтуны под руководством партии Гончакьяна узнали о продолжающихся массовых убийствах в близлежащих районах и подготовились к вооруженному сопротивлению. Летом 1895 года в Зайтун перебрались деятели Гончакьян, Гарун Агаси, Карапет Урсарксян, Мухошахен, Мухитар Саферян, Измуша и другие. Назарят Чавуш стал фактически лидером восстанием. На поле боя было отправлено от 1500 до 6000 человек, вооруженных кремниевым оружиями армян. При этом османский военачальник отправил телеграмму Абдулгамиду и сообщил ему, что армяне подняли восстание и приступают к резни мусульман. Османские силы обладали подавляющим численным и технологическим преимуществом. 24 батальона, 20 тысяч человек, регулярная армия, 12 пушек, 8 тысяч человек из дивизии Зайбек и 10 тысяч курдских и черкесских формирований. Армяне начали с захвата близлежащего османского гарнизона, взяли в плен 600 османских солдат и офицеров. В какой-то момент заключенные пытались сбежать, но потерпели неудачу и были казнены. Османские войска неоднократно терпели поражение в боях с армянским ополчением. Во время переговоров, которые позже разрешили конфликт, османский военачальник выразил свое восхищение Агаси, одному из лидеров сопротивления, точной стрельбой армян и их решимостью сопротивляться. Благодаря вмешательству шести основных европейских держав, армяне Зайтуна прекратили сопротивление. 30 января 1896 года в Алеппо было подписано о прекращении боевых действий. Активистам-гончакам было разрешено уехать. В изгнание участники восстания были помилованы. Их жизни и имущества обеспечены. Налоговое бремя было облегчено и был назначен вице-губернатор-христианин. По разным оценкам, османская армия потеряла от 6 тысяч до 15 тысяч солдат. В потере армян 3,5-5 тысяч убитых, в том числе и мирное население. Героическое восстание Зайтуна – одной из славных страниц военной истории Армении. Руководство Западной Армении обращается ко всем преданным деятям армянского народа, которые интересуются или обеспокоены нынешним и будущим республики Западной Армении. Наше телевидение играет важную роль в этом ответственном и сложном процессе. Моральная и материальная стабильность, которая отвечает нашим общим интересам – это наш моральный долг. Давайте объединим нашу волю и силы, чтобы поддержать Западную Армению, и тем самым телевидение Западной Армении внесем свой вклад в его укрепление для достижения наших целей. Вы можете отправить финансовую поддержку на следующие счета. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Зайтун Цинерии Кайлерка. Зайтун Цинерии Кайлерка Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!